МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика, в студии Татьяна Молокова. В Чебоксарах с рабочим визитом находится полпредпрезидента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он проведет здесь окружное совещание, тема которой полпредп намерен обсудить с руководителями субъектов импортозамещения, реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья, молодежная политика. Сегодня Михаил Бабич и Михаил Игнатьев побывали на одном из предприятий АБС «Электро» в НИИРе. Мы готовы заместить на отечественном рынке по низковольтным аппаратам продукцию дальнего зарубежья. Как это говорится по первой федеральной целевой программе. То есть это, естественно, немцы, французы, можем, американцев. Вот эти аппараты здесь представлены. Ну и Украина. В НИИР, как и многие другие электротехнические предприятия Чувашии, было и остается флагманом российского релестроения. Это всем известный факт. Но если раньше предприятие использовало импортные комплектующие, то сейчас электротехники готовы предложить заказчикам собственные разработки. Они пользуются все большим спросом. Здравствуйте. Насколько сработать? От разработки до внедрения, сопровождения и подставки бомбов. В перспективе перевести все магнитные пускатели, малогабаритные реле, системы релейной защиты, в том числе и вторичные, на отечественную элементную базу. Немаловажный аспект – цена. Слабое место отечественной импортозамещающей продукции – высокая себестоимость. Но не в этом случае. У нас привода более дешевые получаются, соответственно, порядка 30-40%. За счет собственного цикла производства у нас свое литье, разработка программного обеспечения, полный цикл производства, начиная от литья, заканчивая интеллектом. Михаил Бабич посоветовал привлекать к финансированию научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы крупных заказчиков. Это позволит еще больше удешевить продукцию и расширить сферу изысканий. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же полпред Михаил Бабич, глава Чувашии Михаил Игнатьев и присоединившийся к ним заместитель министра строительства России Андрей Чибис побывали в одном из новых домов по улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах. Сюда переселились семьи из аварийного жилья. Два года назад администрация города Чебоксары заключила договор с одной из строительных компаний о развитии территории в районе улиц Гражданской, Грибоедов, Островского и Шмидта. Необходимо снести семь домов и переселить граждан в новые благоустроенные квартиры. Все это подрядчик делает за свой счет. Первые 20 квартир уже предоставлены в новом доме по Богдана Хмельницкого 127. Дом сдан в сентябре. В квартирах, предназначенных для переселения из аварийного жилья, выполнена социальная отделка. Подробнее о совещании по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осемне зимнему периоду 2015-2016 годов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда смотрите в нашем вечернем выпуске. Сегодня в Чебоксарах пройдет заседание Молодежного совета ПФО. В первой половине дня прошло совещание, на котором подвели итоги работы за 2015 год и обсудили план работы на 2016 год. Молодежный совет организован при полпреди президентов ПФО в декабре прошлого года. Члены Молодежного совета у округа обсудят насущные проблемы по трем направлениям. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка. В 17 часов в конференц-зале Дома правительства начнется пленарное заседание Молодежного совета, в котором примут участие полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Данные совещания способствуют развитию, то есть есть возможность пообщаться с лидерами других республик и регионов. На данном совещании присутствует и координатор Ассоциации молодежных правительств в Приволжском федеральном округе Анисов Сергей из республики Мариел. С ним мы обсуждаем различные проекты, программы, он делится опытом других регионов совместно. Также с руководителем Саратовского молодежного правительства мы обсудили их вектор развития, то, чем они занимаются, какие актуальные вопросы поднимают, для того, чтобы можно было лучший опыт применить у нас в республике. Молодежный совет позволяет вопрос реализации молодежной политики вынести на окружной, на федеральный уровень, потому что Молодежный совет взаимодействует с парадом полномочного представителя президента и, конечно, наше участие в заседаниях принимает сам полномочный представитель Михаил Викторович Бабич. Ну, конечно, федеральные органы по делам молодежи, Росмолодежь, также активно нам содействуют в наших инициативах, в реализации этих инициатив. И некоторые вопросы, которые имеют региональное значение, получают поддержку потом в регионе, когда есть еще за спиной поддержка коллег из других регионов. И действительно, многие вопросы решаются. Я считаю, что молодежный полнотаризм, он учит именно анализировать, думать, смотреть, расширять свой кругозор и общаться с новыми людьми и отставить свою точку зрения. Поэтому это пригождается в любом направлении, которое могут выбрать молодые люди. В другой теме. Сегодня будущие выпускники пишут итоговое сочинение, которое станет допуском государственной итоговой аттестации. В Чувашии, по предварительным данным, итоговое сочинение будут писать более 6 тысяч человек, в том числе 12 выпускников прошлых лет. Известно, что сочинение будет писаться по пяти направлениям. Время, дом, любовь, путь и год литературы. Сами темы сочинения станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. Время написания 4 часа. За письменную работу 11-классники получат зачет. При незачете можно будет переписать еще 3 февраля и 4 мая 2016 года. Результаты сочинения важны не только для допуска к ЕГЭ. Его итоги выпускники смогут прилагать к пакету документов для поступления в ВУЗы. Впервые итоговое сочинение или изложение, как допуск к ЕГЭ, выпускники писали в 2014 году. Чтобы проверить широту кругозора школьников, умение мыслить, доказывать свои идеи, все то, что невозможно обнаружить при сдаче тестов. Не профессию выбирает человека, а человек профессию. В Чебоксарах стартовал чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia. А студенты и молодые специалисты будут бороться за звание лучшего в своей компетенции. На открытие соревнований побывали и мои коллеги. К международному движению WorldSkills Чувашия присоединилась 3 года назад. С каждым разом чемпионат становится все масштабнее. Больше компетенции, больше участников. Строже становится и профессиональное жюри. В состав экспертной комиссии входят не только преподаватели, но и представители компаний и предприятий. Участники специалистов сразу видят, какие требования предъявляют работодатели. А те, в свою очередь, оценивают потенциал соревнующихся. Мы видим, что учебные заведения пытаются в этих сложных ситуациях проявить себя, начать более качественную подготовку. Они понимают, что сегодня какие высокие требования предъявляются на рабочих местах, на предприятиях. Поэтому, я думаю, предприятия и учебные заведения должны идти в ногу и максимально реализовывать такие формы обучения. На этот раз соревнования будут проводиться по 11 направлениям. А поборются за призовые места более 60 участников со всех СУЗов Чувашии. Максим Алферов участвует в соревнованиях уже во второй раз по направлению сварочной технологии. Конечно, я на этих соревнованиях научился многому новому для себя. И в этом году мне гораздо будет легче участвовать. Я почти каждый день оставался в училище после занятий. И в свое личное время расходовал на тренировки. Я хочу улучшить свой прошлый результат. Площадками для проведения чемпионата станут 5 учебных заведений Чебоксар. Каждая из компетенций сложна и специфична. Участникам в течение двух дней предстоит выполнять различные задания модули. Победители регионального этапа представят республику на соревнованиях ПФО весной будущего года. Очень важно поднять престижность рабочих профессий и сделать лозунг «Быть рабочим модно». Олимпиадное движение, оно дает импульс, а соревновательность всегда дает возможность проявить лучшие черты, человеческие в том числе. И мы считаем, что вот это соревнование рабочих профессий, выявление лучших из лучших, а дальше участие на уровне России, на уровне мировом, это даст возможность поднять качество подготовки кадров. Это второе. И очень важно еще понимать, что наш уровень подготовки кадров сравнивать с мировым уровнем. Потому что одно дело, когда мы сравним между собой, а другое дело, когда мы сверяем себя с лучшими образцами. В формате круглого стола представители органов власти, образования и бизнеса обсудили со студентами и молодыми специалистами перспективы развития движения и его эффективность. На сегодняшний день задания ставятся перед вами очень высокие. Бортскилз очень хорошо показала, что единое требование мировой. Мы сразу видите, сколько вопросов видим, необходимое оборудование. Мы поэтому бортскилз... Уже многие участники чемпионата имеют награды не только регионального, но и международного уровня. А это значит, что рабочих профессионалов становится в Чувашии все больше. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Михаил Игнатьев подписал указ о награждении орденом за заслуги перед Чувашской республикой Муфтя Чуваши, председателя Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман города Москвы и Центрального региона члена Общественной палаты Российской Федерации Альбира Крыганова. Между тем, Духовное управление мусульман Чуваши заявило о прекращении сотрудничества с исламскими организациями Турции. Чем продиктовано такое решение, нам рассказал Альбир Крыганов. Для нас, для верующих людей, совершенно непонятная позиция, когда духовенство религиозной структуры Республики Турции отмалчивается по факту того, что по указанию чиновников Республики был сбит самолет российской авиации и убит наш офицер по просьбе официальных властей Сирийской Арабской Республики. Наши военные помогают в борьбе с так называемым исламским государством, фактически бандитским квазы государством. И когда мы все говорим о том, что мы объединились, объединяемся, и политики об этом говорят, в том числе и традиционные религиозные организации, мусульманские в первую очередь, что мы не принимаем идеологию экстремизма, терроризма, вроде бы оказываем единство перед всем общего врага, и исламские структуры там молчат. В Батревском районе продолжается проект по созданию сельскохозяйственного кластера. Первые резиденты агропарка уже определились. Местные фермеры уверены, что кластер поможет им выйти на новые рынки сбыта. Кто поможет им продвинуть свой продукт, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Одним из резидентов агрокластера в Шигурданах станет Фарид Чабатов. Его хозяйство в районе называют передовым. Сейчас он обрабатывает более 500 гектаров земель. Этим летом удалось получить неплохой урожай. Но появилось и необходимое строительство хранилищ. С решением этой проблемы руководитель хозяйства затягивать не стал. До конца этого года здесь планируют возвести и новый ангар. Каждый год у меня обрабатываются техники. Я закупаю каждый год хотя бы одну-две единицы новые техники. В основном сейчас сельхозтехники новые, 99% меня. По-любому же многое зависит от себя уж. По сбыту, по ухаживанию земли. Если ты сам не будешь трудиться, по-моему, тебя никто не принесет. Поэтому уж придется работать и днем, и ночью, тем более в сезонное время. Сейчас свою продукцию Фарид Чабатов в основном реализует только в районах республики. В агропарке для предпринимателей откроются новые перспективы. Здесь планируют создать компании по продвижению местных продуктов на рынке других регионов и стран. Реализация этого проекта уже началась. Его поддержали и в правительстве республики. Уже есть у нас проекты, у нас есть предложения, у нас есть инвесторы. Работаем над формированием земельного участка, работаем над подведением туда инженер-коммуникации. То есть работа в этом вопросе продолжается. Агропарк разместится на окраине села. В его состав войдут филиалы вузов, центры логистики, а также предприятия, которые будут заниматься переработкой готовых продуктов. Сельхозкластер, уверен, глава Шигардан, позволит увеличить в разы количество хозяйств. На сегодняшний день в поселении чистится более 40 крысинских хозяйств. Все реально развивающиеся предприятия. Увеличиваются посевные площади. Приобретают новую сельхозтехнику. Работают над внедрением новых технологий. Вместе с агропарком в Шигарданах возводят и новый микрорайон. За счет бюджета здесь уже проложили необходимые коммуникации. Сейчас завершается строительство автомобильной дороги и тротуаров. Свободных земельных участков здесь уже не осталось. А в следующем году неподалеку от новых жилых кварталов планируют возвести физкультурно-оздоровительные комплексы даже мечеть. В Шигарданах она станет седьмой по счету. Митрик Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика». Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова